Сегодня день памяти жертв политических репрессий. 30 октября 1974 года осужденные, отбывающие наказание в мордовских и пермских лагерях, начали голодовку против политических репрессий в СССР. Пик репрессий пришелся на 30-е годы, когда врагами Родины стали миллионы человек. Часть их была расстреляна, часть погибла в лагерях. Даже у тех, кто подвергся административным мерам, жизнь была сломана. Они стали изгоями, их детей не принимали в учебные заведения, их близкие отвернулись от них. В Чувашии, по официальным данным, советская система погубила свыше 14 тысяч человек. В память о них на старом кладбище по улице Богдана Хмельницкого в Чебоксарах установлен памятник. На этом месте пролегал ров, где закапывали тела расстрелянных в НКВДшных застенках. Его остатки до сих пор сохранились. Репрессии в Чувашии связывают с именем первого секретаря обкома партии Сергея Петрова, который, не моргнув глазом, отправил в расход всех своих политических оппонентов. Но, как сказано в Писании, «какую меру умерите, такое и вам будет отмерено». Петров тоже был расстрелян. Горькую участь разделил с ним и начальнику ГПУ Павел Неконоров, после революции взявший себе звучную фамилию Суворовский. В 1937 году он выступил против репрессий, и сослуживцы отправили вслед за сотнями расстрелянных и своего бывшего шефа. Возможно, их тела покоятся как раз под пятиконечной звездой, сквозь нее отчетливо видна тюремная решетка, символ счастливого будущего, за которое они сражались и которое казалось столь безжалостно к ним. День жертв политических репрессий – еще одно напоминание о том, что нельзя заставлять человека выбирать между свободой и жизнью. Эти понятия неразделимы. Субтитры создавал DimaTorzok